Полина сегодня впервые участвует в голосовании на участке и сразу по вопросу Конституции. Исторические дни, когда россияне определяют, каким будет основной закон государства. По мнению девушки, выразить свою гражданскую позицию должны все жители России. Я голосую первый раз сегодня, и я считаю это очень важным, потому что мы должны выразить свою гражданскую позицию, потому что от этого зависит будущее нашей страны. Ровно в 8 утра ежедневно открываются все избирательные участки. Каждый оснащен не только привычными для голосования атрибутами. Везде на входе самарцам измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают перчатки, маски и ручки для голосования. Наиболее активные граждане пришли на участки уже в первый день. Сотрудники в специальной экипировке отмечают. Голосование идет в рабочий день. Больше всего посетителей было сразу после открытия и в обеденный перерыв. Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал по окончании рабочего дня, предварительно пройдя на входе все процедуры. Это большая честь, я уверен, для каждого гражданина Российской Федерации принять участие в голосовании по Конституции. Не каждому поколению это выпадает. И я очень рассчитываю, что граждане страны примут участие в голосовании, формирование будущего нашей страны. Мы сегодня закладываем надежный фундамент развития страны на десятилетия вперед. Замерили температуру и выдали маску на входе и главе города Елене Лапушкиной. Она также решила отдать свой голос заранее. После голосования глава города проверила, как организована работа избирательной комиссии и убедилась, что все меры безопасности соблюдены, а средства индивидуальной защиты заготовлены в достаточном количестве. Есть перчатки, есть маски, есть одноразовые ручки, есть разметка, что люди могут чувствовать себя на каждом избирательном участке безопасно. Если есть хоть какое-то напряжение, к вам готовы прийти домой, готовы обеспечить и организовать голосование на дому, поэтому, конечно, надо этим правом воспользоваться. Свои голоса отдали основатели худрук Театра Самарская площадь Евгений Дробышев и директор Наталья Носова. Для них дресс-код тот же – маска, перчатки, дезинфицирующий раствор. Поправки в нашей Конституции, я считаю, что это очень важно, и мы должны выразить свое мнение. Потому что нам дальше жить, жить дальше нашим детям при этой Конституции, нашим внукам. Поэтому я считаю, что очень важно выразить свое гражданское мнение. В течение дня участки не пустовали, однако и большого скопления людей не было. Комиссии работали без очередей. За семь дней, которые отведены для выражения гражданской позиции, проголосовать успеют все желающие. Тем более, что многие понимают важность исторического момента. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...